Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, Отец Назарий. В прошлых наших выпусках мы рассуждали об отношении христиан к святыням, ну, например, к крещенской воде или к иконам. Но есть в православии такие святыни, которые у светского человека порой могут вызвать недоумение и непонимание. Это мощи святых. Мощи — это останки святых людей, прославленных Церковью. И, например, мы знаем, что есть мощи Матроны Московской в Покровском монастыре в городе Москва, или мощи святителя Николая Чудотворца в городе Бари в Италии. Ну, или, например, мощи праведного Александра Чегринского, который находится у нас в Самаре в Иверском женском монастыре. И сегодня хотелось бы порассуждать, откуда в церкви возникло почитание святых мощей и какое значение они имеют для христиан. Об этом мы поговорим с нашим сегодняшним гостем Иереем Андреем Полевым. Отец Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, отче. Отец Андрей, почему христиане почитают мощи святых? Ну, почитание мощей святых, оно относится еще, наверное, к первым векам христианства. Еще, когда первые мученики появлялись, то же самое, мужи апостольские, свидетельства о вере, были убиваемы за это веру. И после того, как происходило убийство человека, христиане, первые христиане, старались сохранить его тело, либо же его останки сохранить с особым почитанием. Почему? Потому что в течение жизни человек, стремящийся к Богу, освящается благодатью Божией. И в мощах после смерти человека, в его теле, остается эта божественная энергия. Ведь мы тоже понимаем и знаем, что, беря теорию струн, что вся Вселенная состоит из энергии. Я, как верующий человек, как священник, могу заявить о том, что да, я считаю, что действительно божественная энергия, она наполняет все. Но бывает такое, что она концентрируется в каком-то определенном месте. Мы не говорим о том, что где-то ее больше или меньше, но она каким-то неведомым для нас образом действительно Господь волен концентрируется в каком-то человеке. Ведь он становится ее вместилищем, его сердце готово вместить Бога, его разум готов всецело словословить Бога, его душа настолько очищена, что она становится вместилищем благодати. И тогда, да, действительно, после смерти, и тому есть очень много ярких примеров, тело человека становится именно вот этим хранителем благодати и по смерти своей. И это очень удивительно. Да, с этим можно спорить, с этим можно не согласиться, но наша православная христианская точка зрения, наша позиция основывается именно на древнем почитании мощей праведников, мощей мучеников. А в чем проявлялось это почитание, отец Андрей? Почитание заключалось в том, что, во-первых, если мы берем даже живого человека, того же самого апостола Петра, если его тень исцелял людей, то что происходило после их смерти? Мы знаем свидетельства о том, что я сейчас точно не вспомню, кто из святых, но от прикосновения к его мощам не просто человек исцелялся, а воскрешал человек. И, соответственно, молитвами святых тоже происходят различные чудеса, различные решения тех или иных проблем, которые существуют у нас здесь и сейчас. Мы знаем с вами о святителях Николая, знаем о святителях Спиридонии, епископе Тремифунском, но существуют мощи, которые нетленны, причем в течение нескольких их столетий. Александр Свирский, допустим, тот же самый святитель Спиридон Тремифунский. А бывает так, что мощи истлевают. И здесь возникает иной вопрос. А действительно ли был человек святым? Вот, допустим, на Афоне, в Греции отношение совершенно иное к усопшему человеку. Если тело человека разложилось в течение трех лет, значит, он действительно жил жизнью праведника. И он достоин Царства Небесного, достойн рая. И был вместилищем Бога. И уже смотря на кости того или иного почившего монаха, собратья смотрят, какого цвета кости, белого ли цвета кости, или же воскового цвета, то есть такие они немного коричневатые. А может быть, его кости источают благовоние, либо же мира источают, то есть определенные масла. И они тоже имеют свои свойства исцеляющие. Я вспоминаю тоже, как мы, будучи на могиле, именно даже не на могиле, а возле мощей святого Дмитрия Солунского, получили в благословение ваточку, пропитанную миром, которая источает его мощи. А ведь святой тоже, если не ошибаюсь, 4 века. То есть получается, что в течение более 16 столетий его мощь источает мир. Это тоже самый святитель Николай. Почему к нему такое уважение и почтение? Потому что его мощи до сих пор источают мир. То есть все целы свидетельствия о вмешательстве Божьем в этот мир. Вроде бы человек умер, материя умерла, все, разложилось тело. Что там есть из органики? А мощь источает мир, благоухание. И таких случаев очень много происходит во всем мире. Если мы берем с вами именно почтение святынь, то знаем, что тоже тела, я повторюсь, мучеников забирали, первые христиане. А бывали случаи, когда на замученном человеке, подвергшись пытками, совершали богослужение, совершали божественную евхаристию и литургию, совершали в заточении христиане. Он сам им повелевал. Опять же, сейчас именно не вспомню. Но множество, множество свидетельств есть о том, что действительно наши христиане совершали именно почитание, уважительное отношение к тем, кто ушел в мир иной, именно таким вот насильственным методом свидетельствия о Христе, свидетельствия своей жизнью о Христе. Отец Андрей, вот у нас всегда была ассоциация, что если речь идет, ну, как у нас, я имею в виду, у христианина, у православного, как бы в основном ассоциация с мощами, это значит ассоциация с нетленностью мощей, что если мощи, значит, они нетленные. А почему вот такая разница с Афоном, про которую вы упомянули? Почему такие две разные традиции? Здесь нет какого-то противоречия друг другу? Ну, к сожалению, это вопрос исторического почитания мощей, потому что мы с вами знаем, что в советские времена вскрывались раки с мощами, и как раз именно обнаружилось то, что порой мощи истлели, либо же там часть останков лежит святого. И тогда людям говорили, как же так? Господь не сохранил, значит, Бога нет. На самом деле все в руках Божьих. Как Господь решит, так оно и произойдет. Либо Господь сохранит тело нетленным, либо же оно действительно придастся тлению. От этого не умаляются подвиги святого, от этого не умаляется его личность. Если на Афоне брать исторический момент, во-первых, там очень мало земли, где можно похоронить. И по прошествии трех лет достаются кости усопшего, они мываются вином и складываются в специальном месте в Костнице. И если, я повторюсь, появляются какие-то чудеса от этих останков, если происходят какие-то исцеления, соответственно, либо же проистекает мир, благоухание, то им уже стоит вопрос об изучении этого человека, досконально его жизни. Либо же, как говорят, канонический вопрос стоит о решении того, почему это произошло, зачем, для чего. Потому что, допустим, если мы говорим о мощах, которые исследовались у нас, то в основном мощи придаются углеродному анализу для того, чтобы выяснить, а действительно ли принадлежат эти останки той личности, о которой мы говорим, тому или иному святому. Поэтому с помощью углеродного анализа выясняется, в какой период жил человек. А с помощью именно каноническо-церковного характера выясняются его биографические моменты. То есть мы вспоминаем уже какие-то отличительные черты жизни, как себя человек ввел, как он себя проявлял. Особенно этот вопрос остров стал, когда началась канонизация святых новомучников и исповедников российских. Очень остров стал этот вопрос, их биографии. Некоторых ставили под сомнение, святы ли они, не предали ли они собратьев. А других, наоборот, канонизировав, потом происходила расканонизация людей именно в силу того, что открывались какие-то новые документы из архивов НКВД и, соответственно, или ГПУ. И возникал вопрос о том, что действительно ли не предал человек Христа и своих собратьев. То есть вопросов здесь очень много, да. Но изучение мощей происходит именно как именно с помощью научного анализа, так и с помощью и историка научного, изучения тех или иных фактов их жизни. Отец Андрей, такой вопрос, скажем так, практичный тоже. Как вот донести до людей позицию о нашем почитании мощей святых, которые, опять же, тоже делают свои первые шаги в вере, для которых вот этот вопрос, ну, порой, он непонятен, да. То есть как-то тяжело людям вот принять, что как-то так у нас вот останки святых людей прямо в храмах находятся. Или вот раз мы заговорили про Афон, помню в свое время смотрел блогера одного, где он рассказывал о своей поездке на Афон. И там, значит, он рассказывает, говорит, вот так интересно, так все хорошо, так красиво. Но, говорит, был один момент, и показывает, значит, вот эту косницу, там музыка такая зловещая, говорит, мне прямо, говорит, не по себе, я, говорит, вот этого не понял. То есть, ну, видно, что, конечно, здесь человек абсолютно светский, вот, но сам факт вот этот вот, что, говорит, его в храмы впечатлили богослужения, да, вот сама природа, все. Но вот, говорит, но вот это, и вот, и музыка такая зловещая, и, конечно, такой диссонанс возник. То есть, как вот можно людям рассказать об этом или донести, чтобы было правильное понимание, и не было никаких искажений касательно почитания мощей святых? Да, у многих людей бывают неприятия не только мощей, но и священных изображений, да, икон, не в силу того, что у них протестантское мышление, нет, а в силу того, что, допустим, к мощам прикладываются, их целуют, да, то есть, пускай они даже под стеклом, но их целуют. Ну, как бы человек, осознавая, понимая, что это частичка трупа человека, ему становится, как бы, не по себе. Для нас это является святыней, я повторюсь, именно потому, что Господь находится в нем в своей божественной энергии, в своей благодатью. А учитывая именно характер жизни человека, да, то есть то, что он осветил свою жизнь служением Богу, осветил его благими делами, добрыми делами, то, естественно, что и уважение и почитание к нему остаются не только во время его земной жизни, но и после его кончины, не только в нашей памяти и в сердце, но и через внешнее уважение и почитание. Когда хоронят наши близких, мы из уважения к ним тоже подходим, целуем им руки, целуем им венчик, целуем икону, то есть, а порой бывает такое, что и люди даже не хотят отпускать руки своей ближней, да, они понимают, что этот труп, он уже остыл, что он уже недвижим, что душа его покинула, никаких физико-биологических процессов в нем не происходит, но по своей любви человек не отпускает его. То же самое происходит и здесь. Когда мы восходим мыслью к Богу, к святым, то это восхождение происходит именно при помощи нашей любви, нашего благоговейного, благочестивого отношения к Богу, к тем или иным святым. И то же самое с тауке с мощами святых. Не обязательно, что человек начнет, наверное, сразу почтение их, потому что действительно в этот момент необходимо переступить через себя. То же самое касается при общении с общей чашей Христовой, одной лжицы, одного тела и крови Господних, да, потому что для человека, может быть, действительно, как-то это неприемлемо в данный момент. Но я думаю, что по мере раскрытия его сердца пред Богом, его взаимоотношения со святыми, сами святые дадут ответы на вопрос о зачем, почему, для чего. Да, с одной стороны, это звучит, моя позиция как-то глупо, а с другой стороны, именно практика христианской жизни, она открывает глаза на очень-очень многие вещи. То же самое дела милосердия, они связаны именно с тем, что у нас есть образец самого Христа, апостолов, мужей апостольских и святых отцов, тех, кого мы почитаем. Мы знаем, что они жили благочестиво, благовенную жизнью, и мы стараемся подражать им, но подражать не столько внешне, сколько внутренне своим сердцем. Когда сердце мое наполнено стремлением, любовью к Богу, то у меня уже все равно, что и как происходит передо мной. То же самое касается медиков. Либо оказание первой помощи, человек попал в аварию, либо он находится в зоне боевых действий. Там уже человек не смотрит на то, что там кровь, еще какие-то жидкости, еще что-то произошло, ткани разорнув, простите за подробности. Человек пытается оказать ему помощь, он не смотрит на это. Мы становимся, как бы сказать, избирательны, наверное, именно в силу того, что мы живем в мире очень эгоистичным. Я не могу сказать, что каждый из вас, смотрящий на нас, эгоистичен. Да, мы понимаем, что мы эгоистичны. Но я могу сказать это о себе. И через призму этого эгоизма, да, что-то мне неприятно, что-то мне не хочется делать, где-то я становлюсь брезгоем. Но учитывая, что у меня пятеро детей, и учитывая, говорится, условия невозможности соблюдать всегда чистоту и гигиену в доме так, как хотелось бы, и порядок, мы уже на что-то смотрим совершенно с уного ракурса. Мы смотрим с позиции любви. И поэтому я лично призываю людей, верующих, к тому, чтобы они смотрели с позиции любви, на икону почитания, с позиции любви на почитание мощей. И опять же, братья и сестры, я расставляю акценты. Мы святых почитаем, мы почитаем святыни. А поклонение мы воздаем только одному Богу, как то он нам заповедал. Этому здесь, конечно, нравится очень большая терминология. Децентрий, мы порой встречаем объявление о том, что в тот или иной храм пребывает частица мощей такого-то святого. Мы знаем, что божественная литургия совершается на мощах святых мучеников. То есть обязательно в каждом храме либо в антиминс зашита частица мощей мучеников, либо, если престол освящен, то в самом престоле находится частица мощей святых мучеников. Возникает вопрос, получается, мощи разделяют? То есть это нормальная практика для церкви? А как она вообще возникла? Опять же, как простому человеку понять это? Происходит разделение мощей? Для простого обывателя это, наверное, действительно такая дикость, когда частица того или иного человека, часть того или иного человека, даже пускай в самой маленькой частичке, разносятся по тем или иным храмам. Но опять же, святые становятся месилищем Святого Духа, месилищем благодати. И даже та часть, даже часть одежды от святого может принести великую пользу для души человека и для его тела. Потому что именно от нашей веры зависит и то, как будет действовать Господь по отношению к нам, услышат ли нас святые, да, и, соответственно, получим ли мы пользу для себя. То есть, если мы, конечно, эгоистично относимся к Богу, опять же, такая терминология моя любимая, потребительское отношение к Богу, к святым, то да, здесь очень много приводится к абсурду, когда люди и толкаются, и кричат, и спорят, и ругаются для того, чтобы прикоснуться к святыне, чтобы получить исцеление либо решение каких-то своих проблем. Здесь, да, здесь эгоизм он зашкаливает. Но когда человек с благовением прочтёт Акафист, или же побудет на молебне перед этими мощами, или же, что ещё я считаю, венцом просто уважения, почитания к святым, это посещение дней их памяти за богослужениями и приобщение Тайным Христовым, то есть участие в Таинстве Евхаристии в причастии, вот это, наверное, уже венец почитания святых. И тогда, да, действительно, святые становятся очень близкими для нас. Как говорят, да, некоторые святые, старцы, современники наши, между нами и усопшим, между миром материальным и духовным существует мостик. Этим мостиком является наша молитва, наше усердное обращение к ним. И если мы искренне обращаемся к святым, как к нашим собратьям и сёстрам во Христе, но достигшим святости, то, естественно, получим от них ответ и помощь, и поддержку. И даже порой, да, прикасаясь к этой маленькой частичке, в украшенном ковчеге, привезённом откуда-то издалека, мы поклонимся с верой и благоем, мы получим то, что мы просим. Если это, конечно, не является грехом. У меня был случай в жизни, когда к нам тоже привезли частицу мощей, Матроны Московской, и моему первенцу было очень плохо, ну, по сути, он умирал. Мы не могли нигде найти помощи, и действительно, открыв ночью храм, пригласив туда близких людей, наших верующих людей, прихожан, мы совершили ночной молебен, и уже буквально на руках, под утро он заснул, когда мы приехали в больницу, то ничего серьёзного не обнаружили. И мы приписываем, да, это славе и прославление Матроны Московской, которой, кстати, да, может быть, где-то я относился не всегда, скажем так, правильно, может, где-то скептически, потому что были анализы тех или иных житийных моментов её жизнеописания. Но с того момента я стараюсь, будучи в Москве, всегда прийти к ней, возложить либо цветочки, либо же приобрести свечи, что-то заказать, то есть проявить к ней уважение, благодарность и выразить именно через это уважение, выразить благодарность. То есть можно сказать, что поклоняясь, не поклоняясь, почитая мощи через внешние вот эти вот поклоны, либо же молитвословия, мы выражаем благодарность святым за то, что они нас слышат. Это наша благодарность им. И те же самые пожертвования, которые мы приносим к овчегу святых, тоже наша благодарность за то, что Господь оказал нам свою милость, свою благость. Люди нашли в себе силы, взяли благосостояние архиереи, привезли эти мощи к нам, эту святыню. И мы имеем действительно настоящую подлинную возможность принести им физическое поклонение и внутреннее уважение, почитание, выразить именно через сердечную молитву. Андрей, есть ли какой-то критерий понимания подлинности мощей святых? Я думаю, вы знакомы с историями в свое время в западной католической церкви, когда там было 40 пальцев одного святого или 25 ребер и так далее. То есть есть ли в церкви какое-то понимание подлинности святых и нет ли каких-то спекуляций вообще на эту тему, дабы получить какую-то корыстную выводу с этого? Да, дорогой отче, все это, конечно, допускалось и порой допускается. Я перебью, это один из аргументов, кстати, советской власти, о чем вы и упомянули, то есть обман людей. Вот как раз вы об этом сегодня сказали, да. Ну, задача нашей церкви, русской православной церкви, именно в том, чтобы отличить подделку от подлинника. Как я уже упоминал, да, существует углеродный анализ и, соответственно, благодаря ему мы можем выяснить, принадлежит ли частица тела того или иного человека к той или иной эпохе. А потом мы можем обратиться к документам, да, откуда эти мощи у нас взялись, откуда они пришли. Потому что очень было много спекуляций, действительно, в средневековье со стороны, да, простите меня, католическая церковь, с их стороны было очень много спекуляций. Порой мы слышим о том, что мощи где-то покупаются за границей на аукционы, потом привозятся сюда в Россию, да, занимаются этими моментами специально созданные фонды, опять же, с благословения либо же патриарха, либо архиерея. И, соответственно, все это должно отслеживаться, производиться какая-то комиссия, чтобы у нас был действительно подлинник. Но есть вопрос, когда мы не знаем, подлинна ли это мощь того или иного святого, то Господь, опять же, не подчиняясь человеческому закону, имея свою волю, свое произволение благое, может явить чудо и через те мощи, которые не подтверждены, и через ту святыню, которая не подтверждена. Допустим, взяли мы камешек, привезли, да, с горы Сина, где была неопалимая купина, расколот, он красив, там вроде бы изображение цветочка, но мы его не целуем, мы ему не поклоняемся, да, как говорится, как перед мощами. Но, тем не менее, для нас это святынька, для нас это воспоминание об этом месте. Или же еще что-то, да, подобие воду привезти со святого источника, допустим, в Ташву съездить, либо еще куда-то, да, набрать святой источник, на ту сторону Волги набрать источника, с источника пророка Ильи, и привезти домой с благовением отнестись к этому. Здесь же необходимо, да, действительно выяснить, откуда являются эти мощи, откуда они привезены, каким образом они были приобретены. Либо же это были крестовые походы, то есть самозахват нашей православной святыни, либо же их спасение от рук турецкого владычества, как то было со святителем Николаем, ну, тогда еще турок не существовало. Вот, но, тем не менее, какие-то, а, вернее, да, эпоха захвата Константинополя и визати, связанная с турецким нашествием, да. А если брать какие-то мощи древние, то тоже мы можем здесь верить преданию, соответственно, да, доверять преданию. Отец Андрей, спасибо большое за беседу. Будем проявлять должное благоговение и почитание мощей к мощам святых, и пусть все святые молят Бога о нас. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. Ангела всем хранителям, с Богом! Субтитры подогнал «Симон»!